здравствуйте уважаемые друзья в одном из фильмов мы с вами вязали вот разных вот таких насекомых которых я применял свои допустим методы изготовления крылышек как вы видите но вот на белом фоне она может быть и не сразу вам так выдаст я сейчас подложу немножко вот так дабинг чтобы было видно вот здесь крылышки изготовлены так как вот у стрекозы то есть такая своего рода как имитация длительное время мы вели переписку я многим рассказал показал и попросили меня вот как видите они разные могут быть крылышки размер величина обычно приманку я делаю где-то на 14 крючке поэтому исходя из этого нам и понадобится что все вы задавали вопросы неоднократно вот у меня имеется вот такие вот наборы разные есть и будем говорить и под ручейников под кого угодно я использовал обычно или вот такой сегмент но он был немножечко допустим как-то маловат для меня что я сделал был у меня фильм вы могли можете его и не найти ленитесь каждый раз порыться поэтому я делал раньше отрезал картона кусочек а это вот я просто взял с крышки которая для консервации и под себя уже непосредственно вот на точильном камне еще не не убирались эти заусеницы до конца я изготовил вот такую форму что в ней хорошего что плохого хорошего то что вы очень быстро можете под себя изготовить любые крылышки что плохо плохо то что толщина металла как вы видите если брать родной тот который изготавливается ну раз раза в три это точно тоньше это плохо почему плохо потому что если вы два три четыре пять захотите себе сделать это не страшно но если вы будете ставить на поток желательно использовать вот хотя бы полтора двух миллиметровая вот такое вот железо теперь я как вам и рассказывал обычно я беру вот такая стандартная которая на всех практически вот пачках сигарет я раскрыл взял ее и по покомкал почему когда мы с вами будем зажимать и обжигать вот эти крылышки что у нас выйдет вот такая симпатичная как вы видите конструкция готовая уже к употреблению это вот я сделал из это из этого вот приспособления мне как раз необходимы вот такой формы были чтобы не влево не вправо без разницы как крепить они симметричные поэтому для комариков мне лично и для мух ос самый раз и сразу как вы видите вот у нас уже имеется своеобразная сегментация что достаточно хорошо будет привлекать рыбу теперь вы задавали мне неоднократно много вопросов но мне легче вам показать вот я взял отрезал полоску вот этой упаковочке целлофана и берем вкладываем вкладываем так чтобы полоска желательно чтобы не было намного шире наших нашего приспособления вот я вложил подвожу так чтобы у меня как можно меньше оставалось лишнего обязательно следим за тем чтобы все красиво подравнялась теперь что что плохо вот смотрите нежелательно чтобы вот эти вот концы которые у меня выступают были были достаточно большими поэтому я их аккуратно срезаю до минимума минимум хотя бы полтора два миллиметра оставлять чтобы были в заготовке все годится еще раз перепроверились поправили вот должна выйти приблизительно вот такая конструкция то что у нас вот здесь можно даже не переживать сейчас мы вы убедитесь в этом сами удерживаем аккуратно в заготовке убираем наши пальцы я беру обыкновенную зажигалку значит смотрите вот пламя нам нужно взять две третих не верхнюю часть и аккуратно вот я даже не касаясь моей заготовки начинаю проходить вдоль прошли все как вы видите у нас готова при вас я вытаскиваю вот у нас готова уже вот такое симпатичное крылышко переворачиваем на другую сторону и та же самая у нас процедура которую мы выполнили выполнили с первой половинкой ну немножечко не удобно потому что есть определенные тонкости в каждых этих полиэтилене ровный неровный опять я также удаляю излишки которые мне здесь не нужны иначе у нас будет образовываться как бы своеобразные шарики и берем опять также раз-два перевернули для удобства три годится все вытаскиваем вот у меня очередное вот вот так поверну еще одно крылышко по величине готово если их взять вот сейчас мы опять возьмем зажим другой при креплении или допустим когда мне уже нужно я просто вот это место где у меня не парочкой должны крепиться можно разрезать каждая в отдельности это уже не имеет значения но я вам покажу уже подготовленную конструкцию вот приблизительно вот так она вот выглядит подровняем как их нужно по длине и все и готова у нас еще вот уже уже у нас две пары крылышек так что можете использовать и картон можете использовать и жестяные банки но чем мягче металл тем при когда мы вот соединяем губки вы видите они раз и разъехались то есть надо следить за этим вот эта конструкция недостаточно жесткая поэтому есть трудности но если вы делаете две тремушки то проблем никаких не возникает если у вас допустим вы захотите несколько поплотнее покрепче изготовить крылышки я вам советую взять упаковку которую обычно заворачивают цветы она где-то в два раза толще несколько жестче но работать с ней одинаково что с этой что стой вырезали обрезали по как у уду хорошо оплавляется и без всяких проблем не рвется теперь что касается вот я показывал есть два крыла и вот как на этой стрекозе я изготовил 4 вы задавали вопрос я обычно стараюсь не изготавливать вот такую конструкцию как у наша стрекоза имитация такая почему потому что она при забросе играет как пропеллер крутит и наш поводок очень сильно но и в то же время непредсказуемо может приземлиться поэтому желательно крылышки складывать как я вот у всех вот таких вот мушек вдоль тела тогда меньше парусит и закручивать все наши подлески по крайней мере вот как вы видите это уже у меня с перьями это дешевый вариант того как можно куда угодно и как угодно поставить эти крылышки благодарю вас за внимание если будут у вас вопросы пожалуйста мне на почту что касается второй книги 21 числа я забираю 1 экземпляры поэтому будьте добры мне напомните я все равно еще сделаю анонс еще раз напомню но кто у меня в моих подписчиков уже заказал книги проплатил напомните мне пожалуйста в личной переписке еще раз третья книга тоже идет уже в типографию так что благодарю вас за внимание до скорых встреч